привет привет друзья вы вновь на канале кристалл дискусс и я все по-прежнему тот же олег филиппов ну что друзья мои продолжаем рыбка накормленная кушает а мы займемся творчеством получилось на чем мы вчера закончили а закончили мы вчера на небольшой неудачи я это немного исправил и вам покажу как это исправлено чуть позже и так скажем для меня лично все сложное позади потому как самое сложное я считаю это нарезать в размер и в углы стекло предварительно конечно нужно сделать расчеты схему вырезать потом все вот эти дырочки которые у нас немного не получились по собственной дурости так скажем и приступим к сборке сборка есть так скажем несколько способов кто-то на дно начинает приклеивать стороны а потом внутренности начинает вклеивать я же действую другим способом я вначале склеиваю все внутренности знаете как наподобие в автопроме сначала собирают двигатель навешивают на него стартера масляные фильтры все такое масло заливают там поддоны все это прикручивают а потом все это выставляют уже в машинное отделение почему иногда ты долезешь до какого-нибудь стартера и ни хрена не открутишь в общем у меня та же система я сначала собираю внутренности а потом уже клеиваю стороны и у меня сам готов потому как стенка будет высокая и там что-то делать неудобно поэтому приступим к тому что у нас есть вот эти внутренности до взять например тот самый отрезок стекла который потерпел неудачу под названием и и между этими двумя стеклами отсеками у нас есть вот такие маленькие еще поперечины так вот чтобы там не корячиться потом не каким образом не вклеивать это я сделаю по-другому я на месте сейчас клею вот таким образом вот эту внутренность на это стекло применяя вот такие вот уголочки вот такие сурцинки так скажем кто ими не пользуется зря и когда я планировал сам я каждый шов закладывал один миллиметр толщины и для этого чтобы выдержать все вот эти вот размеры вот эту толщину мы взяли обычные вот такие вот крестики миллиметровые которые идут для склейки для укладки плитки так что мы делаем теперь мы берем мы договаривались что здесь отсек будет 20 сантиметров да друзья кто только что включил видео вот этот видеоролик продолжение часть номер два и не знает о чем идет речь то вверху будет сейчас ссылочка на тот ролик где схема вот это вот у меня выложено и первую часть и тогда вам все будет понятно поэтому предлагаю сначала посмотрите эти первые две части нулевую и первую а потом уже нашу вот это продолжение и вам все будет понятно и вот сейчас я отмеряю 20 сантиметров да друзья мои предварительно предварительно вы видите у меня растворитель на столе нет не видите надо немного повернуть вот теперь все видно вот я устанавливаю такой вот уголок можно наверно вот так отмеряю 20 сантиметров укладываю вот такие вот крестики миллиметровые на которые я поставлю это стекло ну а вот этот уголок вот мы поднимаем стекло ставим вот на эти крестики уголок все это нужно подгонять все это нужно подгонять вот 20 сантиметров здесь то есть 200 миллиметров здесь та же песня то же самое я сделал здесь вот друзья мои почему это так хорошо все сначала делается вы видите вот это вот расстояние которое будет до дна сюда когда обычно клеиваешь нужно подставлять что-то там еще что-то я же пошел другим путем я это приклеиваю и я вам скажу так еще вот эти крестики насквозь устанавливать не нужно нужно на пол стекла где-то ставить чтобы дырочка вот эта потом у вас не была сквозная можно конечно ее потом подмазать ничего страшного еще раз проверяем чтобы размеры никуда не ушли вот здесь немного ушел на 2 миллиметра вот я убрал в общем ладно будем до конца устанавливать эти крестики потому что эта морока будет плавать постоянно размеры выходить размер еще раз замеряем 20 здесь немножко опять ушел пока крестик ставим вот вот таким образом мы поставили теперь здесь тоже должно быть все четко у нас угол 90 градусов проверяем соответственно теперь то же самое мы делаем с другим стеклом здесь мы договорились будет 24 сантиметра потому как здесь будет 20 и еще вот это вот если посмотрите у нас есть расстояние где водичка будет переливаться и оно будет вклеиваться вот эта штука будет вклеиваться вот этот на дно ну поскольку мы вот эти вот большие части будем вклеивать прямо на само дно и потом чтобы вот с этими делами там неудобно ничего не делать так теперь мы здесь отмеряем 24 24 и его устанавливаем в щетка по дну вот когда вот таких штук не было приходилось пользоваться сейчас покажу но это я до сих пор еще пользуюсь если вы помните да вот такие вот уголки с одной стороны с второй стороны подставил все это держится теперь это не нужно на всякий случай вдруг пригодится толщина стекла пятерочка это значит 24,5 отмеряем чтобы было ровно 4 как по схеме да, друзья лучше крестики устанавливать с той стороны с какой не будете выдавливать клей я сейчас их устанавливаю с той стороны где буду выдавливать клей поэтому это не нужно делать итак, друзья, показываю что получилось ну во-первых вот он ремонт вы видите вот пришлось поставить заплатку и в торец склеить вот вы видите миллиметровое расстояние четко соблюдено все про обезжирено вот вот также мы видим вот видите здесь нужно добавить два миллиметра чтобы дошло миллиметр чтобы спокойно это все потом села на днище ну вот я вам показал теперь можно спокойно выдавливать туда клей заполнять силикон вот, друзья мои осталось только нам ровным слоем внести клей и вгоняем ровненько силикон берем вот такой вот уголок силиконовый и снимаем лишний силикон он не только снимается но он еще и вгоняется под стекло и всегда под рукой какая-нибудь картоночка и обязательно проверяем размеры и обязательно после этого проверяем размеры чтобы не дай боже они не ушли вот вот здесь 2 миллиметра ушло поправляем здесь тоже 2 миллиметра ушло но почему-то утяжеляем чтобы не уходило 2 миллиметра все все на месте друзья мои ну вот вы увидели процедуру с чего мы начали сейчас я даю это все подсохнуть немного для того чтобы потом убрать крестики и с другой стороны сделать то же самое проклейку а пока все это схватывается чуть-чуть кстати вот этот силикон он очень быстрый очень быстро схватывается поэтому пока я пойду обрабатывать другие стекла пасочки снимать я думаю что минут 20-30 дам подсохнуть и можно будет уже чтобы ничего не отваливалось можно уже что-то убирать здесь уголки например кстати вот эти вот которые утяжелители которыми я раньше пользовался они пригодятся потому как придется убрать вот этот уголок ступцинку и подставить с другой стороны уголки металлические чтобы пролить с другой стороны в общем пока все ждем сохнет все далее продолжим и вот мы как и ожидали склеечка подсохла мы вытаскиваем оттуда крестики все отлично берем берем страховочный приборчик здесь тоже убираем приборчик там уже стоит ну и убираем тут пылку и у нас падает так так под наклоном все понял мы просто делаем по-другому струбцину друзья мои вот я временно убрал струбцину стол просто под наклоном стоит поэтому немного сваливается поэтому что я делаю я временно и на место ставлю струбцину и вот я и 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 Дорогие друзья, ну давайте мы на сегодня закончим с показом, итак ролик затянулся, мы сделали основу, а дальше уже у нас пойдет только клейка, мы положим днище и на днище вот эти вот будем вклеивать, таким же методом. Завтра продолжение. Друзья мои, кому понравилось что-то новое или как-то применимо, или как-то все просто показалось, ну как-то не будьте безразличными, ставьте лайки, пишите в комментариях и хотел еще раз спросить, чтобы у вас было время подумать, нужно ли вам видео или те знания, когда после склейки сампа он будет у меня схватываться, устаиваться. Я за это время буду переделывать стойку, стеллаж, удлинять и всю работу, которую я буду делать, я могу снять на камеру и вам показать каким образом это все делается. Если это интересная информация, пишите в комментариях, я с удовольствием, мне ничего не стоит поставить камеру, снять, объяснить, рассказать. И на этом я заканчиваю, всех вам благ, подписывайтесь на канал, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok